МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Последний рабочий день этой недели позади. Пора подумать и об отдыхе. Мы с коллегами подготовили вам несколько вариантов. В эфире программа «Куда податься» и я, Лена Проскурина. Буквально полчаса назад в Ледовом дворце началось представление знаменитого канадского цирка Дю Салей, который приехал в Петербург всего на три дня. Артисты представляют относительно новое шоу. Год назад состоялась его мировая премьера. А вот в России ее показывают впервые и всего в трех городах. Санкт-Петербург – первый из них. Шоу «Майкл Джексон – The Immortal World Tour» посвящен, как вы догадались, творчеству короля поп-музыки. Дю Салей воссоздали на сцене воображаемый мир, в котором отражается весь Джексон, его любовь к танцам и к музыке. Все то, в чем он черпал вдохновение и куда отдавал свою энергию. Кроме артистов цирка Дю Салей, к шоу приложили руки люди, в разное время работавшие с поп-королем. Это и хореографы, и музыканты, и художники по костюму. Режиссером шоу стал Джейми Кинг, один из самых признанных постановщиков концертов современной индустрии поп-музыки, который также когда-то устраивал шоу и для Майкла Джексона. Шоу «Майкл Джексон – The Immortal World Tour» за первое полугодие этого года заняло первое место в списке самых успешных шоу в Северной Америке по результатам рейтинга ведущего мирового издания «Полстар», оставив позади даже тур Элтона Джона. Детям до трех лет бесплатно, но лично я не рекомендую, малыши могут испугаться громких звуков. Вот что гораздо больше подходит для детей, так это световое шоу «Приключения динозавра Дарвина». Оно как раз сейчас приехало к нам на гастроли. Это красочное световое шоу, созданное американскими режиссерами. Персонажей шоу «Световых кукол» создавали более трех лет. В производстве только костюма Дарвина было использовано более 60 метров проводов. Шоу стало знаменитым благодаря удачному сочетанию необычного сюжета, красивой музыки, пластики, танцоров и ошеломляющих световых эффектов. Особенно интересных маленьким детям. Российская премьера американского шоу состоялась год назад. Тогда московские критики единодушно назвали его лучшим представлением для детей. Сразу после окончания шоу каждый сможет увидеть магию превращения проводов и батареек в живых существ, а также поиграть и сфотографироваться с персонажами. Представления пройдут с 9 по 11 ноября в ДК имени Горького. Началось все с того, что Корбин как-то принес светящийся провод и нам показалось, что это очень интересная идея и можно сделать какие-то наброски с помощью этого провода, создать какие-то персонажи. И сначала мы сделали вот этого синего человечка, который впоследствии превратился в профессора, который исполняет Эллину, и потом придумали зеленого динозавра. Поиграть со светом не прочь и наши в субботу и воскресенье на фасаде Александрийского театра продемонстрируют шоу-видеоинсталляции. Так необычно в театре решили отпраздновать его 180-летие. Декорации, афиши громких постановок, имена великих мастеров. История театра оживет с помощью технологии видеомэппинга. Начало и в субботу и воскресенье без 15.07 вечера. А вот о том, что покажут в эти выходные сами театры, расскажет Екатерина Мицинская. Очень часто в театре зрители приходится избегать собственных штампов. Так 10 ноября в театре «Бух» будет показан спектакль «Ты мой Бог» в постановке режиссера Марии Мировской. В этой истории как минимум дважды зрители попробуют сбить столбу. Во-первых, когда зритель будет пытаться понять, кто же это героиня, которая постоянно норовит встать на четвереньки. И во-вторых, когда зритель разберется, что исполнительница главной роли никто иная, как Елена Воробей, которую зритель привык увидеть чаще на эстраде, нежели на стуне драматического театра. Но это действительно так. Елена Воробей играет собаку. Собаку, которую зовут Сильвия, и которая попала в очень непростую жизненную ситуацию. В хозяиной Сильвии играет многогранный актер театра «Бух» Мурат Сутан-Мьерзов. И в этот же день в Камерном театре Владимира Малышицкого идет замечательный спектакль «Утиная охота», поставленный по пьесе знаменитого Домотука Вампилова. Но искать ничего общего со старым фильмом, в котором некогда снимался Олег Галич, не стоит, потому что это потрясающий спектакль о человеке, который ищет свой храм в жизни. Режиссер Кладько, предоставив исполнение главной роли замечательному петербургскому актеру Андрею Шимхо, позволил ему проявить в полной мере свой драматический талант. В этом спектакле хочется и плакать, и смеяться, потому что этот спектакль – откровение для взрослого человека. В Петербурге продолжается фестиваль японского кино «Реанифест», который продолжает знакомить зрителей с самыми яркими лентами японской анимации. Сеансы проходят в кинотеатре «Родина». В субботу заявлены картины «Последний темный» и «Со склонов к Кукурику». Его же можете посмотреть и в воскресенье, как и работу «Волчьи дети Аме и Юки». На последний хочу остановиться, она привлекла меня еще по описанию. Аме и Юки – это дети, чей отец был последний из представителей древнего рода оборотней. После его смерти их матери приходится переехать и начать все сначала. История о безграничной материнской любви, дружбе и преданности. Фильм жизненный, я такие люблю. По всему миру работа получила множество наград, а в Японии в этом году стала рекордсменом проката. Из российских премьер в прокат вышел фильм «Рассказы». Во всех кинотеатрах города он стартует лишь через неделю, но посмотреть его уже можно. В художественном премьере состоялось 7 ноября. Конечно, со старыми, добрыми советскими фильмами его сравнить нельзя, но стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы не выпадать из современного культурного контекста. В центре сюжета – рукопись одного писателя, которая чудесным способом может влиять на каждого, кто прочитает хотя бы страницу из нее. Четыре рассказа из рукописи – это четыре истории разного жанра. Картину представили режиссер Михаил Сигал и исполнители главных ролей, в том числе Андрей Мезликин. Рассчитан на всех. Мне кажется, абсолютно всех, кто меньше 18, конечно же, остается за кадром. Это правда, потому что там есть, наверное, то, что детям смотреть еще рано, с точки зрения, потому что они не поймут, о чем идет речь. Поэтому там новелла «Взяток», она, скорее всего, понятна людям, которые от 18 и выше, о чем она написана на плакате. А так она рекомендуется к просмотру всем, потому что она охватывает интересы каждого, не буду говорить слоя населения, но, можно сказать, и так, и возрастное, и, самое главное, социального разного строя. Сразу два мастер-класса привлекли мое женское внимание. Это плетение кос и сладкие выходные. Плести косы под руководством мастеров будем в субботу. С собой можно взять расчески, украшения, можно плойку или утюжок для волос. Уверена, что все девушки знают, что это такое. Встречаемся в ЭТРе на Зверинской, 38-4 часа. Если пойдете на плетение кос, то в субботу на приготовление сластей не успеете, но этот мастер-класс можно посетить и в воскресенье, начало в час. Рекомендую посетить. Вести мастер-классы будут кондитеры российские и зарубежные. Для самых маленьких посетителей фестиваля будут организованы отдельные кулинарные занятия, игры и конкурсы. И всех ожидают бесплатные угощения. Место проведения – площадка «Зона действия». Детям до 10 бесплатно. А вот сильной половине человечества, особенно молодым ее представителям, интереснее будет мастер-класс по слэк-лайну. А точнее, по его прыжковой разновидности – трик-лайну. Он пройдет в субботу в 3 часа в экстрим-клубе на Сердобойской, 68. Трик-лайн – это самый зрелищный из наземных видов слэк-лайна, который в том или ином виде практикуют практически все слэк-лайнеры. В трик-лайне стропа натягивается на небольшой высоте с максимальной силой натяжения. Благодаря этому на слэк-лайне выполняются различные трюки, как сложные позы, так и обычные для профессионалов прыжки. Любопытная выставка открылась в Российской национальной библиотеке «Мельбурн. Мой город». Экспозиция будет работать всего 2 недели. В ней представлено 50 работ. Это лучшие из 250, которые участвовали в одноименном конкурсе в Австралии. Каждый мастер постарался преподнести свой город с лучшего ракурса и во всех смыслах в лучшем свете. А вот фотограф Шарон Уолкер решила, что истинную городскую красоту не испортит даже непогоды. Уверена, что петербуржцы с ней согласятся. Я знала о надвигающемся на Мельбурн-шторме, уточнила день и приблизительное время. Мне кажется, в таких фотографиях своя прелесть. Этому посвящена одна часть работ. Другая – это случайные снимки. В основном улица, пешеходы, то есть движение. Что касается клубной жизни, в Дюнах, как и каждую субботу, 10 ноября играют фанк-соу-хип-хоп. На этот раз выступит диджей Клюква, Сурфа, Солка. В паре с ПБ выступит экс-участник «Экспресс-ту» Эшли Бидл. В воскресенье в клубе грибоедов три «Ту Найт Сейшн» играют диджей фанки Тэч. А в скороход баре для вас играют Минор и Артурка. Напоминаю, что вы можете присылать к нам на страницу ВКонтакте свои предложения, куда бы вы хотели податься. Адрес на экране. Хороших выходных. Пока. Редактор субтитров А.Семкин